Власти Тувы приступили к разработке перечня мер по реализации президентского послания. Накануне правительства Республики и Верховный Хурал провели совместное заседание по вопросу о дополнительных мерах, сбережении народа и усилению экономической политики. По итогам совещания руководителям социального блока правительства поручено провести анализ уровня доходов и расходов каждой семьи в разрезе населенных пунктов. Я вам обратился, уважаемые депутаты, пожалуйста, пусть это будет дискуссия в парламент. Выработайте отношение к этой ситуации, когда действительно председатель администрации вроде бы и хозяин, и одновременно никто. Нанятый менеджер, который не может принять решение. Может быть в этом есть какая-то причина проблем, но не думаю, что это основная причина. Основная причина все-таки в том, чтобы мы мобилизовали своих земляков на труд, на созидание. В этом отношении мной были инициированы целый ряд проектов или, если хотите, предложений, которые на устах. И каштаг для молодой семьи, многое другое, о чем мы говорим. Вот, например, один из них – социальный проект. В каждой семье не менее одного человека с высшим образованием. Это само название говорит, казалось бы, о простых вещах. То есть просто Министерство образования Татьяна Аюновна Санча должна исполнить анализ семьи, каждой семьи. Исходя из анализа семьи, должна вывести, что из числа школьников, которые представляют эту семью, должна она вывести пятиклассника, а может быть одиннадцатиклассника, а может быть вообще говоря того, который только что пришел в школу, что он обладает задатками к тому, чтобы в будущем получить высшее образование. И в ручном порядке должна взращивать человека, который должен состояться как специалист высшим образованием. В связи с изменениями в федеральном законе об обязательном медицинском страховании, с 2019 года они освобождены от уплаты налога на доходы и страховые взносы в фонд ОМС. Правительство и парламент, увы, наметили также провести анализ доходов и расходов населения республики, оценить степень влияния сложившегося уровня региональной экономики и итогов реализации национальных проектов на снижение бедности. Правительством Российской Федерации сейчас инициируется национальный проект, который имеет отдельное финансирование. Это экспортные товары. И не случайно мы сюда пригласили руководителя таможни, потому что не всегда я понимал ситуацию, когда таможенник, руководство Тувинской таможни воспринимает свою работу как, прежде всего, работу направленную на фискальность, на то, чтобы не пускать, а не способствовать тому, чтобы больше было экономического оборота товаров, услуг, людей. И это привело к тому, что в один из годов наших, вообще говоря, остался один единственный участник внешнеэкономической деятельности. И тогда уже возникла тема по поводу закрытия Тувинской таможни. В федеральных органах также должны быть люди, которые понимают реальную ситуацию, что мы, будучи приграничным регионом, должны зарабатывать на своем географическом положении. И это ненормально, когда с 2006 года есть решение правительства Российской Федерации о том, чтобы между Монголией и Россией установить новосторонность таможенному пункту. И это решение выше, чем все остальные решения, которые могут быть ведомственного характера. И до сегодняшнего дня не введено это решение правительства Российской Федерации. Если мы не имеем права на территории Тувы претендовать на то, чтобы это было новосторонним таможенным пунктом, тогда пусть закроют это решение, и мы будем молчать тряпку о том, что у нас нет никакого шанса использовать свое приграничье. Но когда есть решение, и до сегодняшнего дня это решение бюрократизируется, тогда я не понимаю. Не понимаю. Я категорически сопротивляюсь тому, когда начинают меня бить по поводу того, что ничего не делается, а в то же время есть реальные шансы, хотя бы на разнице товаров между Монголией, Китаем и Россией зарабатывать нашим людям. Кроме того, власти Тувы планируют подготовить и направить в правительство России материалы, обосновывающие включение республики в перечень пилотных регионов по реализации федеральной программы снижения уровня бедности. Когда говорят о том, что да, мы готовы дальше наращивать, мы действительно все сделали для того, чтобы сегодня уже выпускать 1 миллион 700 тысяч тонн угля. Это рекордное количество объема угля, который мы вывозим. Никогда в Туе такого количества добычи угля не было. Но эта добыча идет за счет автотранспорта, и вы должны понимать, с какой рентабельностью мы работаем. Дайте нам возможность сегодня и сейчас сделать так, чтобы как это в Якутии произошло. В Якутии буквально не было железной дороги, и там добычи угля не было по одному месторождению, где вот они работают. Так вот, в одночасье, как только была железная дорога построена, они начали уже добывать более 10 миллионов тонн, и было трудоустроено тысячу людей, и это было действительно отражением изменения экономики там, на этой территории. И ничего не произошло такого, чтобы говорили о снижении экологии, о том, что люди стали там беднеть, потому что что-то начали вывозить и тому подобное. Но мы также понимаем, и неоднократно я с Василием Ивановичем на эту тему разговаривал, что ТУА экстенсивными методами развития сельского производства никогда не сможет стать самодостаточным регионом. Понятно, что нужны нам высокопроизводительные рабочие места. Нужно даже в сельском хозяйстве наращивать производительность труда и находить новые возможности для привлечения инвестиций на технику, на технологии. В предстоящей масштабной работе по проведению сплошного исследования семей на предмет бедности ключевая роль отводится администрации, муниципалитетов и депутатам всех уровней. Координировать эту деятельность взялся Верховный Хурал ТУВЫ. Органам местного самоуправления рекомендовано также усилить работу по обеспечению условий для самозанятости граждан, включая огородничество, введение личного подсобного хозяйства и иные формы.